Мы выбрали эпиграфом, и в этот раз, и в предыдущие разы фразу из стихотворения Бродского «Значит, нету разлук, существует громадная встреча, когда кто-то тебя в темноте обнимает за плечи». Когда мы делали первый такой день или вечер, сами организаторы Фонд Вера, мы очень волновались, боялись, мы не понимали, как это будет, мы делали кучу ошибок, у нас были накрыты столы, и это было похоже на поминки. Было очень много слез, и при этом было видно, что родителям в этих слезах не очень комфортно. Почему они соглашаются вдруг целый день посвятить вот этим тяжелейшим воспоминаниям? Для них их дети не умерли. Какая-то такая концентрация неизрасходованной любви, что куда-то ее нужно девать. Вот по мере работы годами мы увидели, что в этих семьях рождаются дети, мы увидели, что в этих семьях родители берут детей из детского дома. Посмотрите, какие мамы, какие они ухоженные, какой у них маникюр, какие у них, если они с семьей, если это мама и папа, какие у них отношения, как они общаются между собой, у них есть работа, сколько времени и сил они уделяют другим здоровым детям. Не иначе ценят вот эти мгновения вместе. Со временем мы поняли, что нам нужен не день памяти, а нам нужен день воспоминаний, нам нужен семейный день. Мы проживаем вместе с семьей, жизнь с теми детьми, которые сейчас не тут. У кого-то дети не пошли в сад, у кого-то не пошли в школу, не успели, у кого-то не закончили школу, у кого-то ребенок умерший в 5 месяцев, в 4 месяца, не было нового года или дня рождения. И мы концентрированы в эти выходные погружаем все. Мы погружаем подарки и праздник, мы погружаем сейчас кулинарный мастер-класс для всей семьи, где и мама, и папа, и дети, и бабушки. Здесь были веселые старты, здесь был потрясающий футбольный матч. Здесь были слезы с утра, и слезы еще будут вечером, когда мы будем вспоминать, называть имена, смотреть презентацию с фотографиями и именами, когда мы будем выпускать шары. Но это такие слезы очень светлые. Это слезы от того, что ты просто не можешь прикоснуться, хочешь, не можешь, и понимаешь, что этот человек все равно вот тот с тобой рядом, он здесь, он с тобой живет эту жизнь. Они не стесняются плакать, но намного важнее то, что они не стесняются смеяться. Не просто смеяться, они стесняются хохотать, они не стесняются играть со своими другими детьми, они не стесняются и не боятся говорить о самом сложном. Очень многие родители говорят, мы не знаем, как отвечать на вопрос, а сколько у вас детей. Вот здесь друг с другом, с нами и с врачами, которые были вместе с ними, они не боятся произносить слово «умер», «мой ребенок умер». Это важно это сказать, это важно очень произнести вслух. Не ушел, ни его больше с нами нету, ни у Васи был братик, а именно мой ребенок умер, потому что в этих словах не расставание, в этих словах просто признание правды, любви меньше не становится. Есть еще удивительные слова апостола Павла «любовь никогда не перестает». Когда смотришь на эти семьи, вот ты это осязаешь, любовь никогда не перестает, у них отношения какие-то невероятные, очень много тонкостей. Когда готовишь такой день, вот вывести семью, вывести семью хоть сколько-то из ужаса, стресса и одиночества, в котором они пребывали без нас, они должны ответить на вопрос про любимую игрушку, про любимое совместное занятие, про любимый мультик. Пусть он будет мамин, но это мамин для этого ребенка, который ушел. Структура дня, структура уикенда, она тоже продуманная. Утром Люся Улицкая читает рассказ «Счастливый» про родителей, которые идут на кладбище к своему ребенку, а вечером у у нас фейерверк и алкогольные коктейли, потому что это торжество жизни. Это ангелы-хранители, которые смотрят на своих родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек с небес и невероятно радуются тому, что они продолжают жить, потому что они здесь за них прожили. Нету ребенка, который хотел бы, чтобы его мама плакала, есть и папа. Есть дети, которые становятся счастливее от того, что родители улыбаются. И вот это вот наша задача, чтобы они улыбались вместе с той болью, которая у них есть, через эту боль, чтобы они улыбались естественно, чтобы они улыбались с теплом и любовью, вспоминая, не пряча, не стесняясь, переживая и живя дальше. Ради и для тех, кто остался, и тех, кто уже ушел. Поминки и воспоминания, да, есть гигантская разница. Поминки по тому, кого нет а воспоминания есть у нас у всех с вами у живущих и вот это вот воспоминание